МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. С обзором главных событий к этому часу в студии Яруфат Халафов. Вы смотрите и слушаете новости на CBC и CBC-FM. В начале выпуска коротко о главном. Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии. Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Среди приоритетов – транспорт, зеленая энергетика, борьба с изменением климата. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана возобновила аэрологические наблюдения. Запущен радиозонд, который служит ключевым элементом системы раннего оповещения об опасных климатических явлениях. Это повысит точность гидрометеорологических прогнозов и предупреждений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По информации украинских экспертов, вооруженным силам Украины удалось продвинуться на 35 километров глубь Курдской области России. В Москве ситуацию называют тяжелой, но не критической. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал заблокировать приложение Икс и обвинил владельца соцсети Илона Маска в использовании платформы для разжигания ненависти после президентских выборов. Мадуро уверен, что именно Маск стоит за хакерской атакой на национальную избирательную комиссию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приглашение Азербайджана на встречу глав государств Центральной Азии свидетельствует о дружеских и братских узах и развивающемся сотрудничестве между государствами. Об этом заявил президент Илька Амалиев, выступая на мероприятии в столице Казахстана, Астане. Глава азербайджанского государства рассказал об оказываемой странам региона помощи в восстановлении Карабаха, подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности и заявил о готовности поддержать совместные инициативы в рамках предстоящего климатического саммита КОВ-29. Азербайджан и страны Центральной Азии являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. Об этом заявил президент Азербайджана Ильха Амалиев на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в столице Казахстана, Астане. Это 16-й визит главы государства в страны Центральной Азии за последние два года. Приглашение Азербайджана на эти встречи свидетельствует о дружеских и братских узах и развивающемся сотрудничестве между нашими странами. Это мой 16-й визит в страны Центральной Азии за последние два года. За это время мои коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана посетили Азербайджан в общей сложности 15 раз. По словам азербайджанского лидера, помощь в восстановлении Карабаха является проявлением братских отношений между странами. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные восстановительные работы и осуществляется процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои исконные земли. Свой вклад в восстановление территорий уже внесли Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. В прошлом году в городе Физули состоялось открытие средней школы имени Мирзы Улукбека, а в этом году Центра детского творчества имени Курмангазы, которые являются дарами Узбекистана и Казахстана. Также в этом году состоялась церемония закладки фундамента средней школы в Багдамском районе, являющейся даром Кыргызстана. Выражаю благодарность президентам Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана за эту братскую поддержку. Ильхам Алиев также подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности на фоне нарастающих угроз в мире. Президент напомнил о проведённых в прошлом месяце в Казахстане международных оперативно-тактических командно-штабных учениях «Берлистик-2024», в которых принял участие и Азербайджан. Важным моментом является также то, что Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии и в транспортно-транзитной сфере. Одним из важных направлений нашего взаимодействия также является сотрудничество в транспортно-транзитной сфере. Увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Дбилиси-Карс с 1 до 5 миллионов тонн. Мероприятие по повышению годовой пропускной способности международного торгового порта Алят с 15 до 25 миллионов тонн. Заказы новых судов для торгового флота Азербайджана на Каспии, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии, еще больше повышают практическую значимость среднего коридора. Президент Ильхам Алиев затронул и сотрудничество между странами в рамках международных организаций. Он отметил, что итоги состоявшегося в ноябре прошлого года в Баку саммита специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии, посвященного 25-летию СПЕКа, представляют важность с точки зрения практического развития сотрудничества. Президент Азербайджана заявил, что Баку в рамках председательства в КОП-29 готов поддержать совместные со странами Центральной Азии инициативы по решению проблем, связанных с изменениями климата в регионе. Участники шестой консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии по итогам дискуссии подписали партнерские соглашения. Документы направлены на развитие экономического и социального положения стран региона. Подробности в следующем материале. Ряд документов подписали главы стран Центральной Азии по итогам шестой консультативной встречи в Астане. Соглашения помогут игрокам выполнять совместные политические, экономические и энергетические проекты. Так, самым важным документом является концепция развития региональной кооперации Центральная Азия-2040. Совместным заявлением глав государств этой площадки были одобрены следующие документы. А именно, Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества и план действий по улучшению промышленной кооперации стран Центральной Азии на 2025-2027 годы. Сегодня мы наблюдаем опасную эрозию фундаментальных основ системы международных отношений. В этих условиях главной задачей остаётся сохранение мира и стабильности в нашем регионе. Очевидно, что преодоление современных вызовов и угроз возможно только через укрепление политического диалога и мер доверия между нашими государствами. В рамках встречи участниками правительственных делегаций, представляющих страны Центральной Азии, подписаны также такие соглашения, как Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в странах Центральной Азии, Астанинское, Комьюнике-доклад по итогам встреч министров энергетики и глав энергетических ведомостей Центрально-Азиатских стран. На полях шестой консультативной встречи президент Казахстана подчеркнул, что стратегический курс Астаны направлен на всестороннее укрепление регионального партнёрства и повышение роли Центральной Азии на мировой арене. По словам Такаева, будущее региона зависит исключительно от поиска странами адекватных ответов на все вызовы. Кроме того, решением шестой консультативной встречи почётным знаком глав государств Центральной Азии награждён президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В завершении глава Казахстана пожелал узбекскому лидеру успехов на посту следующего председателя консультативной встречи в следующем году. Эльвин Абдулаев, CBC. Президент Азербайджана считается не только выдающимся политическим деятелем, но и открытым для журналистов человеком. Его политические взгляды интересны многим представителям средств массовой информации, как местным, так и иностранным. Эльвин Абдулаев – один из немногих государственных лидеров, который отводит несколько часов для того, чтобы ответить на вопросы зарубежных журналистов. Тому показатель – многочисленные медиафорумы и конференции, в которых лично участвовал президент Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев – не только выдающийся стратег в геополитике, но также отличается своим особым подходом к представителям четвёртой власти. Его по праву можно назвать лидером открытым для общения с журналистами. Столица – Баку, а также освобождённые территории Азербайджана, не раз становились площадками для обсуждения самых разных тем, начиная от восстановления карабахских территорий и заканчивая вопросами развития искусственного интеллекта. Город Шуша два раза принимал иностранных журналистов из сотен стран. Первый и второй шушинские глобальные медиафорумы запомнились в первую очередь интерактивными выступлениями президента Ильхама Алиева. На втором из мероприятий, прошедшем с 20 по 22 июля этого года, президент Азербайджана ответил на вопросы представителей СМИ. Между тем, в этом форуме участвовало более 150 человек из полусотни государств. Для меня большая честь выступать перед этой уважаемой аудиторией. Меня проинформировали, что здесь собрались делегации из 49 стран, а также журналисты, принимающие страны, представители азербайджанских СМИ. Таким образом, в общей сложности 50 стран собрались здесь, в Карабахе, во второй раз, чтобы обсудить вопросы, которые вы уже описали. Я помню, что в прошлом году, почти год назад, здесь, в этом зале, у меня также была отличная дискуссия с участниками. Я также выразил надежду, что этот форум может стать традиционным. Теперь это уже второй раз, так что я думаю, что эта традиция продолжится. Президент Рихам Алиев около трёх часов отвечал на вопросы представителей СМИ разного характера о внешней политике, климате, искусственном интеллекте и экономике. Глава азербайджанского государства участвовал в беседах на четырёх языках. Один из участников форума – пакистанский журналист Хамзас Харсалам в социальной сети «Икс», назвал президента Рихам Алиева более открытым для общения с журналистами, чем многие западные лидеры. Он может общаться на английском, турецком, азербайджанском, французском и русском языках. Он может отвечать на сложные вопросы более трёх часов, без перерывов и даже не делая глотка воды. Он может по памяти цитировать финансовые показатели по многим различным проектам. Он знает об экосистемах СМИ разных стран, возможно, благодаря своим утренним пресс-брифингам. Он гораздо более доступен для журналистов, чем многие западные лидеры. Иногда он и приправляет свою речь, ответы капелькой юмора. Его рассуждения, похоже, устремляются к миру на собраниях, но как лидер он остаётся готовым к любой неожиданности. Он знает, как проявить уважение к своим союзникам и обеспечить сдерживание своих врагов. Он откровенен, не терпит глупостей и любит работать с талантливой, трудолюбивой командой, которая понимает высокий стандарт его трудовой этики. Я был участником глобального медиафорума в Шуше. Мне было приятно пообщаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе сессии он более трёх часов отвечал на вопросы журналистов, причём на разных языках, и отвечал на все вопросы. Я был одним из тех, кто получил возможность задать вопрос. Мы могли свободно задавать любые вопросы. Я был очень впечатлён знаниями президента Алиева, особенно в том, что касается финансовых показателей и тем, как он цитировал их по памяти, как он мог общаться с разными журналистами на разных языках, а также тем, что он казался более открытым для журналистов по сравнению со многими другими западными лидерами, которые, возможно, не так хорошо разбираются в экономике. Уникальная возможность задать вопрос азербайджанскому лидеру предоставлялась и на других площадках. Университет Ада в апреле организовал международный форум на тему «КОП-29 и зелёное видение для Азербайджана», где 64 участника из 30 стран смогли получить ответы на интересующие их вопросы от президента Азербайджана. Подобные мероприятия проводились неоднократно как в самом университете, так и в освобождённом Карабахе. Но больше всего, конечно же, международной аудитории запомнились многочисленные интервью президента Алиева во время 44-дневной войны 2020 года, когда весь мир восхищался грамотности, безукоризненной дипломатией президента Азербайджана. Ильхам Алиев на протяжении 44 дней на четырёх языках дал 26 интервью таким международным медиа, как BBC, CNN, Euronews и многие другие. Президенту Азербайджана за этот период, а также после, удалось сделать то, чего не смогли другие лидеры – донести достоверные факты об Азербайджане и продемонстрировать всему миру уровень культуры страны, её нацеленность на справедливость, развитие и мир. Жаля Гусейнова, CBS. В эпоху стремительного технологического прогресса важно обеспечить трансформацию общества и экономики к новым изменениям – вывести страну в авангард глобальной цифровой экономики. Об этом на платформе ИКС написал министр экономики Азербайджана Микаэл Джабаров. По его словам, чтобы подготовиться к технологическому будущему, Центр анализа и координации 4-й промышленной революции проводит значимую работу, чтобы граждане страны приобретали необходимые навыки и внедряли технологии, которые коренным образом меняют управление бизнесом и производством. Сегодня в Баку состоялось 22-е заседание Азербайджана-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Встреча прошла под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя председателя правительства России Алексея Аверчука. Стороны с удовлетворением отметили всестороннее развитие двусторонних отношений, которые опираются на традиции дружбы и добрососедства. Было подчеркнуто, что стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество сторон основывается на декларации о союзнической взаимодействии, подписанном 22 февраля 2022 года. На заседании отмечена положительная динамика роста инвестиционного взаимодействия. Также наращивается сотрудничество в области сельского хозяйства, туризма и грузоперевозок. Россия является третьим по величине торговым партнером Азербайджана и первым по объему ненесенного экспорта. Сообщалось, что в 2023 году товарооборот увеличился на 17,5% и достиг рекордного уровня почти в 4,4 млрд долларов США. Подтверждена взаимная готовность к продолжению совместной работы по развитию международного транспортного коридора Север-Юг. Международное агентство Fletch Ratings повысило показатели, отражающие финансовую устойчивость государственной нефтяной компании Азербайджана Сокар. Долгосрочный рейтинг дефолта и необеспеченный рейтинг определены теперь на уровне BBB- минус против раннего уровня BB+. Присвоенные рейтинги отражают большую стабильность госнефтекомпаний и ее способность противостоять каким-либо экономическим угрозам. Причиной повышения рейтингов Сокар стала необходимость выуравнивания долгосрочных рейтингов компаний, полностью принадлежащих государству с рейтингом Азербайджана. В настоящее время рейтинг страны оценивается в лич как BBB- минус стабильный. Также в рейтингом агентства отметили, что общая добыча углеводородов Сокар будет ежегодно увеличиваться на полпроцента в 2024 и 2025 годах. Незначительное снижение добычи нефти компенсируется ростом показателей по природному газу. Вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана Зиба Мустафаева встретилась с ректором Бухарского инженерно-технологического института Узбекистана Садакат Сидиковой. На встрече Зиба Мустафаева подчеркнула, что реализация проектов программы двойного диплома между высшими учебными заведениями Азербайджана и Узбекистана была согласована в ходе 12-го заседания Межправительственной комиссии Азербайджана и Узбекистана, которая состоялась 18 июля 2023 года в городе Шуша. Также она была предусмотрена в меморандуме о взаимопонимании по подготовке кадров, подписанном между Сокар и Узбекнефтегаз. Бахенская высшая школа нефти уже приступила к реализации аналогичного проекта с Ташкентским химико-технологическим институтом. Это первый подобный шаг в системе высшего образования Азербайджана, и он служит экспорту программ высшего образования страны в зарубежные страны на платной основе. Вице-президент Сокар сообщила, что сегодня сотрудничество вступает в юридическую силу, и между БВШН и Бухарским инженерно-технологическим институтом подписано соглашение о реализации магистрской программы двойного диплома по специальности химическая инженерия. Тем временем в Азербайджане сегодня стартовала предвыборная агитационная кампания в связи с неочередными парламентскими выборами. Процесс будет длиться до 31 августа. Предвыборная агитация может проводиться зарегистрированными кандидатами, их полномочными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, зарегистрировавшими кандидатов в глупых политических партий, а также их полномочными представителями и доверенными лицами. Сегодня в Азербайджане также начал работу независимый медиа-центр выбора 2024. Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазаир Панахов посетил независимый медиа-центр и ознакомился с созданными там условиями. По словам председателя ЦИК, важно, чтобы представители местных и международных СМИ могли свободно и беспрепятственно получать информацию о выборах в парламент. Следует отметить, что в независимом медиа-центре будет оказываться помощь представителям местных и зарубежных СМИ во всестороннем оперативном и объективном освещении предстоящих выборов. Центр полностью оснащен современными информационно-коммуникационными технологиями и необходимым техническим оборудованием. Стоит отметить, что для агитации уже определено 5509 адресов. В их числе 16 закрытых и около 27 открытых площадок в каждом округе. Созданы очень широкие возможности для представителей местных и международных СМИ. Они могут свободно и легко получать информацию в связи с выборами в парламент Азербайджана, а также более качественно и эффективно передавать информацию. Представители медиа могут свободно пользоваться центром, который полностью оснащен современными информационно-коммуникационными технологиями и необходимым техническим оборудованием. В Лачене прошла выездная сессия Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Азербайджана. Медицинский персонал в освобожденном Лачене провел обследование и лечение пациентов. Институт травматологии и ортопедии впервые проводит такое мероприятие на освобожденных территориях. В рамках программы «Великое возвращение на освобожденные территории» Министерство здравоохранения продолжает проводить различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни. Так, в освобожденном городе Лачен медицинский персонал Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава провел обследование граждан. Основной целью мероприятия является оценка состояния здоровья граждан, проживающих в Лаченском районе, и при необходимости проведение лечебно-реабилитационных мероприятий. Сегодня в основном мы обследовали пациентов с застарелыми травмами. То есть это были травмы, на которые они не обратили внимания, не обратились к врачу. А сейчас ситуация такова, что эта травма создаёт проблемы, понижает качество их жизни, создаёт им какой-то болевой синдром. Всем больным проведено обследование, большинство рентген-снимок, у нас был портативный рентген-аппарат, и назначено квалифицированное лечение. Кроме того, акция направлена на восстановление функциональных возможностей граждан и повышение качества жизни с помощью программ посттравматической реабилитации, а также проведение информационно-просветительских мероприятий по защите населения от травматических повреждений и предотвращению подобных проблем в будущем. Гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. «Я услышал, что сюда, к нам, в город, приехали врачи, чтобы провести обследование среди граждан. Я тоже пришёл сюда, как и многие лачинцы. У меня иногда возникают головные боли. Я также жалуюсь на боли в сердце. Я встретился с невропатологом, сделал кардиограмму. Доволен созданными здесь условиями». В целом, в рамках акции свыше 150 граждан прошли общий медицинский осмотр. Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобождённых от оккупации территориях. Жаля Гусейнова, Намик Гасанов, Фюсал Олегперов, Си-Би-Си-Лачин. В центре внимания продолжает находиться вопрос обострения ситуации в Курской области. Российские военные заявляют, что ситуация достаточно тяжёлая, но не критическая. Однако, по информации украинских экспертов, ВСУ удалось продвинуться на 35 километров вглубь области. В России под Курском признали чрезвычайную ситуацию федерального характера. Российские военные в течение суток пересекали попытки рейдовых действий вооружённых сил Украины вглубь российской территории на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России, где утверждают, что нанесено огневое поражение техники и живой силе ВСУ. В районах населённых пунктов Гоголевка, Дарьино, Никольский, Миловой, а также на западной окраине города Суджа. Между тем, президент России Владимир Путин провёл с постоянными членами Совета безопасности России оперативное совещание, основной темой которого стали аспекты борьбы с терроризмом. Текущие события в Курской области являются одной из наиболее подготовленных провокаций со стороны ВСУ. Они сейчас имитируют свой контрнаступ, чтобы получить определённые финансовые поступления со стороны США и Европейского Союза, чтобы гарантировать эти поступления и в дальнейшем. Именно поэтому сейчас они пошли на такой амбициозный шаг, который, конечно же, стоит многие сотни жизней украинским военным. Мы видим то, что публикуются регулярные сводки о потерях украинской армии, потерях украинцами военной техники. Российские эксперты утверждают, что сейчас ведётся активная работа по вытеснению подразделений ВСУ с территории Курской области. Группа вторжения украинских войск оценивается в 2-3 тысячи человек. Это немного, но достаточно для прорыва на небольшую глубину. Отлично разработанная операция украинского командования, если, конечно, именно украинское командование этим занималось. Задача прорыва к Курску или Курской АЭС не стояла. Теми силами, которые были введены, это сделать было невозможно. Возможно было прорваться отдельными силами ДРГ, мобильными группами, но закрепиться было бы невозможно. Сейчас сохраняется, по всей видимости, задача удержать плацдарм, навязать российским войскам долгую оборону в данном месте, чтобы притянуть ещё больше войск с других направлений. При этом, как утверждает Международный институт изучения войны, украинцы продвинулись вглубь Курской области. На это указывают геолокационные снимки, где отчётливо видно размещение украинских войск на расстоянии 35 километров от границы с Сумской областью Украины. Многое будет зависеть от того, как долго решат закрепиться там украинские войска, способны ли они там закрепиться. Потом тому, как российские сделали на Харьковщине, когда они не дошли до Харькова, тем не менее смогли застолбить своё присутствие там и продолжают оттуда, скажем так, портить жизнь и украинским войскам, и украинским цивильным. Тут может быть определённая такая параллель, если украинцы это смогут сделать, тогда это может быть предметом торгов, давайте вы выходите из Харьковщины, мы выйдем из Курской области. Пока непонятно, какими силами сейчас и как быстро могут развернуть эти силы российская сторона с тем, чтобы украинская ретировалась. С 6 августа в Суджинском и Кореневском районе Курской области России идут бои. По данным российского Минобороны и военных экспертов, на территории России зашли подразделения украинской армии. К ним в плен попали десятки российских военных. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил накануне, что ответственность за эскалацию боёв на территории России несёт её президент. Ответом России на действия ВСУ стал обстрел города Константиновка в Донецкой области Украины. В результате атаки погибли не менее четырёх человек. 24 пострадали. Провальная Олимпиада важнее жизни человека. Каждый день на Парижской Олимпиаде оборачивается скандалом. В этот раз вертолёт скорой медицинской помощи задержался в Париже, вместо того, чтобы вылететь на помощь пострадавшему в провинции. Подробности у корреспондента Сибиси во Франции к нам подключается Евдокия Москвина. Здравствуйте, Евдокия. Здравствуйте, коллеги. Ну, а почти настоящая трагедия, обратились Олимпийские игры для жителя города Кастелян. Это в южной части Франции. Это небольшой городок в горах на полторы тысячи человек. Дело в том, что 21 час вечером 27 июля мужчина упал с высоты нескольких метров, и он находился в тяжёлом состоянии, с большой угрозой для жизни. В этом состоянии была вызвана бригада спасателей, скорой помощи, но так как это гористая местность, то в таком состоянии его должен был эвакуировать санитарный вертолёт. И так вот, с момента первого вызова до того, как вертолёт всё-таки за ним прилетел, прошло более двух часов. Такое длительное ожидание было вызвано тем, что вертолёт был задействован для усиления на Олимпийских играх. И в распоряжении журналистов оказалась запись разговора оператора, который принимал вызов, и бригады спасателей, и парамедиков. И даже оператор удивляется, говорит, как это вертолёт занят на Олимпийских играх, что он делает, он что там, в футбол играет. Таким образом, человека удалось спасти, его привезли в реанимационное отделение в госпитале города Марсель. Но факт остаётся фактом, и примерно то же самое произошло на Корсике. Это остров, который тоже имеет большую часть гористую, куда сложно добираться на автомобилях, на наземном транспорте. И Корсиканская ассамблея предложила отдать их спасательные вертолёты на усиление для участия в Олимпийских играх. И то же самое Корсиканцам предложили сделать с пожарными, то есть забрать бригады пожарных, и спасателей, и вертолёты для работы на Олимпийских играх. Корсиканцы были возмущены тем, что их здоровью и их безопасности наносятся угрожающий вред. То есть это прямая угроза. Если человек окажется в тяжёлом состоянии где-то на юге Корсики, там, где гористая местность труднодоступная, то только вертолёт может ему помочь. Корсиканцы такие же, в общем-то, жители государства Франции и такие же налогоплательщики, и имеют право получать помощь в полном объёме, и имеют право на, как минимум, не ущербление своих гражданских прав, и на заблаговременную помощь и обеспечение безопасности. Но на этот час у меня всё. Увидимся в следующем выпуске новостей. Спасибо, Евдокия. Евдокия Маскина с подробностями о скандалах на Парижской Олимпиаде. Иран явно намерен действовать первым. Военные силы страны добавили в свой арсенал новые виды вооружения, которые значительно отличаются от оружия, созданного десятилетия назад. Страны Ближнего Востока обеспокоены действиями Тегерана, а США и Израиль находят новые пути противостояния с Ираном. Арсенал военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана пополнился крылатыми противокорабельными ракетами повышенной ударной силы. Эти мощные взрывоопасные боеголовки с современными боеприпасами невозможно обнаружить противнику, как отмечают СМИ. Такое иранское вооружение может нанести значительный ущерб и потопить все свои намеченные цели. О новой оборонной политике Ирана стало известно на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Сегодня точность вооружения военно-морского флота, скорость работы систем и судов, разведанные, мобильность и ловкость, безусловно, считаются одними из самых важных показателей нашей военно-морской мощи. В СМИ нашли информацию о том, что Иран приступил к формированию интернационального подразделения силы Косема Сулеймани. Оно названо в честь известного генерала, погибшего в Багдаде в 2020 году. Военная группировка будет организована, по примеру, Ксир и состоять из 10 тысяч боевиков из иранских прокси-групп, набранных в Йемене, Ливане, Ираке и Сирии. Тем временем Иран передал корпусу более 2600 единиц военного оборудования, в том числе модернизированные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и корабельные радиолокационные станции. «Чтобы справиться с радиоэлектронной борьбой, мы добавили системы, которые будут добавлены в комплекс сегодня под руководством уважаемого командующего Ксир и в его присутствии». В то же время власти Израиля опасаются, что и Ордания, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты не будут участвовать в отражении предполагаемого удара Ирана по стране. Об этом сообщает газета The Washington Post. Как отмечает издание, именно арабские страны помогли Израилю перехватить 99% всех беспилотников, запущенных из Ирана 13 апреля этого года. Однако, когда Тегеран вновь пообещал атаковать еврейское государство в ответ на ликвидацию главы политбюро Хамас Исмаила Хаании, Израиль оказался в политической изоляции. «Это может сделать страну более уязвимой для атак», заключает The Washington Post. Эльвин Абдулаев, CBC. Президент Венесуэлы не на шутку разозлился на американского миллиардера Илона Маска. Николас Мадуро назвал его заклятым врагом южноамериканской страны и считает приложение их с местом распространения насилия, экстремизма и ненависти. В свою очередь, Маск обвинил Мадуро в фальсификации выборов на пост главы Венесуэлы и назвал его надутым президентом. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро приказал заблокировать в стране приложение Икс и обвинил его владельца Илона Маска в использовании социальной платформы для разжигания ненависти после президентских выборов в Венесуэле. Мадуро заявил, что соцсеть Икс использовалась его оппонентами для разжигания политических волнений. Президент обвинил Илона Маска и назвал его главным врагом Венесуэлы. Глава южноамериканской стороны абсолютно убеждён в том, что именно Маск стоит за хакерской атакой на национальную избирательную комиссию. Илон Маск не соблюдает все правила социальной сети Twitter, известной сегодня как Икс. Маск разжёг ненависть, фашизм, гражданскую войну, смерть среди венесуэльцев и нарушил все законы Венесуэлы. Конфликт Мадуро и Маска начался после оглашения результатов президентских выборов в Венесуэле. Илон Маск утверждал, что голосование было сфальсифицировано. Вслед за этим Николас Мадуро заявил, что обсудил тему блокировки Икс с госучреждениями и дал инструкции закрыть доступ к социальной сети. Политик выразил уверенность, что однажды в Венесуэле появятся местные социальные сети, помимо приложений WhatsApp, Instagram и Twitter. В свою очередь, миллиардер Илон Маск в комической манере высмеял венесуэльского политика. Так, Маск пообещал подпалить Николасу Мадуро усы из космоса с помощью лазеров. В Венесуэле есть закон, и мы собираемся обеспечить его исполнение. Именно поэтому я подписал указ, представленный Национальной комиссией по телекоммуникациям, которая приняла решение на 10 дней изъять из обращения в Венесуэле социальную сеть Икс. Вы все меня поддерживаете в этом. Пошел вон Икс. Убирайся из Венесуэлы, Илон Маск. Тем временем венесуэльцы провели акцию протеста и требуют освобождения политических заключенных, задержанных правительством Николаса Мадуро. Это мероприятие подчеркнуло тяжелое положение многих активистов и политических деятелей, арестованных в течение недели после выборов на пост главы Венесуэлы. Участники акции сложили зажженные свечи слова «Мир и свобода». Сегодня более двух с половиной тысяч семей переживают кошмар, которого мы никому не желаем. Вот почему мы собрались здесь, чтобы возвысить свой голос и привлечь внимание людей и международного сообщества. К сожалению, в Венесуэле думать иначе считается преступлением, но необходимо знать, что происходит. Вслед за этим венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что во время протестов в конце июля было арестовано 2200 человек, в том числе более ста несовершеннолетних. По данным Human Rights Watch, более 20 человек были убиты. Венесуэльские силы безопасности нацелились на тех, кто, по их мнению, совершили насильственные преступления. В свою очередь, правозащитники обвинили стражей порядка в проведении незаконных операций, чтобы внушить страх гражданам, несогласным с итогами президентских выборов в Венесуэле. Эльвин Абдулаев, CBC. На сегодня это были все актуальные новости. Но чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC FM. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!